Жители Чембурки просят обратить внимание на улицу Озерную в Хуторе. Говорят, после обращения к главе участок дороги отсыпали и установили опоры уличного освещения. Просят включить их жилой район в среднесрочную перспективу благоустройства. Я оставил в администрации письмо с просьбой включить нашу улицу, нашу часть населенного пункта, все-таки какую-то программу благоустройства, так как все-таки категория дороги у нас четвертая или пятая, это не важно, она подразумевает все-таки эксплуатацию, не рано или поднимать это дело. Юрий Поляков поручил продолжить монтаж уличного освещения на Озерной. У Григория Саркисяна, жителя дома по улице Чехова в Анапе, с собой фотографии нарушенного благоустройства территории вокруг почтового отделения. Мужчина жалуется. На газоне не первый месяц лежит отработанный дорожный материал. Заместитель главы Анапы Анжелика Бузунова берет вопрос на карандаш. Пусть лопаты берут, ведут ее с кембер. А по поводу асфальтирования, мы в рамках ямочного ремонта будем здесь делать ремонт. Ну это какой-то апрель-май. Хорошо. Наталья Трубицина просит выделить помещение для почтового отделения в хуторе Красной. По поручению главы Анапы такая возможность найдена. Дмитрий Федорович, по адресу хутор Красный, Северная, 25, действительно есть наше учреждение, муниципальное бюджетное учреждение культуры, Приморская ЦКС. С руководителем этого учреждения по вашему поручению проговаривали. Есть помещение общей площадью 37,6, ну коридорчик и само помещение, которое можно использовать для этих целей. И нашему руководителю филиала почты России Анапскому мы эту информацию довели, рассказали, что как сделать для того, чтобы заключить договор. Только там будет не аренда, а там будет безвозмездное пользование с возмещением затрат на оказание коммунальных и иных услуг. Юрий Поляков поблагодарил Анапчанку за активную позицию. Наталья Геннадьевна отстаивает появление нового почтового отделения гораздо активнее, чем руководство самого ведомства. Те, кто работают на почте, вот их это не беспокоит. И нас беспокоит администрация. С первого дня сюда прихода я занимаюсь вот этим вопросом. Хотя, говорите, отвечает администрация? Да, мы отвечаем. Мы готовы к помещению. Нате, а не зарплату. А 15 тысяч на, и никто не хочет работать. А потом мне приходит, а никто не хочет работать. Приемы главы Анапы проходят еженедельно. Решение каждого вопроса находится на личном контроле Юрия Полякова.